Кампа – это уникальный завод. Не имея ряда моря, здесь выпускают суда для ВМФ и гражданских нужд, для экспедиций и спасателей. Заказы на производство малотоннажных катеров обеспечены на несколько лет вперед. Тем не менее, конструкторы разрабатывают специальное оборудование для удобной и качественной работы служб. Так, новинкой этого года стали судоподъемные понтоны, которые позволяют удерживать суда на плаву и проводить ремонтные работы. Для водолазов также разрабатываются удобные в работе снаряжения. В марте протестирован подводный кабельный светильник. Кампа проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Изготавливают изделия кислородно-дыхательной аппаратуры для авиации, приборы для скафандров космических кораблей, кислородные противогазоводолазные аппараты, кислородные ингаляторы и комплекты для проведения искусственной вентиляции легких, для оказания скорой медицинской помощи. Предприятие активно развивает новые товарные направления. Это производство пневматического оружия и ножей, огнетушителей, баллонов высокого давления, судовой мебели и интерьеров, а также ингаляторы и противовирусной маски двух типов. Свой 90-летний юбилей в следующем году отметит научно-производственное предприятие «Респираторы». Здесь разрабатывают и производят кислородно-дыхательную аппаратуру для авиации, флота, МЧС и медицины. Это кислородные системы для пилотов-истребителей, для пожарных спасателей, наркозная аппаратура и кислородные ингаляторы для машин скорой помощи, а также барокамеры. Сегодня завод участвует в президентском проекте повышения производительности труда. Уже сейчас есть первые результаты. Эффективность производственных процессов увеличилась на 5%. И это только начало. Предприятие готово к масштабной модернизации, которая будет проходить в течение нескольких лет. Саммит АТС, Олимпиада, Формула-1 и авиакосмический салон МАКС, что их объединяет. Пассажирские перевозки на этих форумах осуществляли электрички Демиховского машиностроительного завода. За свою историю ДМЗ разработал 21 тип электропоездов и выпустил более 10 тысяч вагонов. Поезда ДМЗ курсируют по всей России, а также в Казахстане и в Армении. Один из основных заказчиков – центральная пригородная пассажирская компания. Центральный регион имеет высокий трафик пассажиров, поэтому заказывают вагоны с меньшим числом посадочных мест и с удобными поручнями. Сейчас предприятие активно занимается капитальным ремонтом вагонов. От старого вагона, по сути, остается только кузов. Начинка полностью меняется. На встречах с производственниками глава округа Геннадий Панин и депутат Московской областной думы поблагодарили сотрудников за их труд, а руководство компании – за их помощь социальным учреждениям округа.